Допрос Артема Запотоцкого проводят по видеосвязи. Житель Луцка не смог приехать на заседание в Киев, так как прикован к инвалидной коляске. На Майдане 20 февраля 2014-го он получил огнестрельное ранение. Пуля прошла через правую лопатку, повредила позвоночник и застряла в теле. Непосредственно судебно-медицинские экспертизы подтверждают огнестрельное ранение. Соответственно, документы, подтверждающие изъятие у него пули 7,62х39, которая используется в автоматах Калашникова, которые были на вооружении Беркута, и секторальная экспертиза, которая подтверждает сектор, откуда в него попала пуля. Адвокат представляет фотодоказательства. На них видно, как Артема Запотоцкого эвакуируют. Шлем, куртка, свитер, брюки. Я считаю, что это важный эпизод, поскольку есть пуля, есть место ранения. Адвокаты бывших беркутовцев утверждают, пулю в список доказательств внесли ненадлежащим образом. Врачи, извлекая ее из тела, должны были передать пулю правоохранителям, а не пострадавшему. По словам защитников, она могла срикошетить перед попаданием в Артема. Есть данные, указывающие, что не исключен рикошет пули, а затем мы можем указывать, что не было прицельного выстрела. Артем на следственном эксперименте в 2015 году рассказал, получил ранение на пешеходном мосту через бывшую улицу Институтскую, когда стоял спиной к Октябрьскому дворцу. Отвечая на вопросы прокурора, Артем утверждает, в него стреляли с площадки возле Октябрьского дворца. Попасть мне в спину по-другому невозможно. И как летела пуля, я понимаю, если бы был другой угол, она бы вошла в меня, и мы бы сейчас с вами не разговаривали. Пуля бы вышла через сердце. По словам прокурора Яниса Симонова, в этом криминальном производстве осталось рассмотреть 27 эпизодов. Следующее заседание запланировали на 24 апреля. Андрей Иковин, Дмитрий Гришко, UATV Редактор субтитров А.Семкин